Углегорские новости Актеры, политики, певцы, композиторы, ведущие всех федеральных телеканалов Передают свои поздравления и теплые пожелания новому детищу Сегодня нас ждут включения буквально со всех концов света Из Москвы, Нью-Йорка, Вашингтона, итальянского Милана И, конечно, из Южно-Сахалинска Ну и первой на очереди столица Своё обращение передал сенатор Российской Федерации от Сахалинской области Юрий Архаров Дорогие земляки, уважаемые жители Углегорского муниципального образования Сегодня для нас с вами поистине историческое событие Это открытие нового телевизионного канала Углегорских новостей Надеюсь, что для нас с вами это станет познавательным ресурсом, информационным ресурсом Отрадно, что среди 18 муниципальных образований Всего в 5 муниципальных образованиях есть собственное телевидение И теперь к этой пятёрке присоединился и наш Углегорский район Искренне от всего сердца поздравляю коллектив с реализацией успешного проекта И хотелось бы пожелать творческих успехов, профессионального роста И до встречи в эфире Ну и если Россия страна возможностей, то Сахалин флагман этих возможностей Не край географии, а начало страны Природа завораживает, а люди восхищают Сегодня мы расскажем и покажем, каким будет оно, ваше телевидение Как появилось и каковы планы Итак, мы начинаем Первая минута рождения канала Мэр Углегорского городского округа Сергей Дорочук Главный редактор, руководитель издательского дома Зинаида Макарова И директор телерадиокомпании «Углегорские новости» Алексей Тарханов Перерезают красную ленточку на торжественном открытии нового телевидения 73 года «Углегорские новости» можно было только читать Теперь мы обрели свой голос, свое лицо, а главная возможность услышать, увидеть каждого жителя нашего района Ждем много от вашего телевидения, информацию Больше показываете про медиков, мало людей знает про пандемию Может быть что-то о досуге, особенно актуально детский Узнать много новостей о нашем городе, о нашем районе Местные новости знать хорошо и через местное телевидение куда-то обратиться Хотелось бы, чтобы наш канал был современным, это самое главное Потому что сейчас у нас очень много молодежи И молодежи очень интересно, как будет дальше развиваться наш район Конечно, я считаю, что вы правильно делаете, что открываете телевидение Надо, мы давно скучали и давно у нас не было такого Вы будете смотреть наш телеканал? Безусловно, даже безоговорочно Мы ждем от вас новостей Мы действительно ждали этого момента давно Надеялись и верили, что мечта осуществится и мы создадим собственные телевизионные новости Дорогие земляки, на ваших глазах происходит историческое событие В Углегорском районе открывается телевидение Наш издательский дом выпускает главное печатное издание района – газету «Углегорские новости» Мы постоянно развиваемся, стараемся быть современными Поэтому уже пятый год «Углегорские новости» можно ежедневно читать и на нашем сайте «Углегорск.ньюж» Важная информация должна доходить до каждого человека Причем в той форме, которая ему удобна и привычна Сейчас продвижение телевидения – самая важная задача для нашего издательского дома Создавать канал с нуля было непросто Порой казалось, что это невозможно Ведь сейчас телеканалы скорее закрываются, чем появляются Но телевизионщики-профессионалы поверили в нас Захотели помочь, направив всю свою энергию в наши новости В проект, который притягивает людей Из Москвы и других городов на Сахалин прилетели ведущие, редакторы, операторы Я посчитал это делом своей чести Я понял, что запускается грандиозный, масштабный проект И моя помощь необходима Здесь живут мои близкие люди, которыми я очень дорожу И счастье было с ними, конечно, повидаться Я не оставлю этот проект в любое время дня и ночи, я буду на связи Самое главное, что меня привлек коллектив Целеустремленный коллектив Который любит свою, так сказать, работу Который готов создавать новые идеи, выдавать И, в общем, меня это очень сильно привлекло И я сюда вот приехал Хотел и мечтал начать работу в прямом эфире Познать вот этот полностью для меня еще пока неизведанную сторону телевидения Я очень надеюсь, что это мы реализуем И все будет прекрасно Несколько недель шли кастинги Были выбраны лучшие из лучших И появилась настоящая команда телевизионных углегорских новостей Затем были мастер-классы, тренинги, тесты и подготовка к эфиру Раз-раз-раз Раз-два-три Наши коллеги из телекомпании ОТВ тоже пришли на помощь Активно включились в процесс обучения и создание новостей Мне очень понравились люди, которые они слушают и они хотят учиться Они не боятся всего Плюс техническое оснащение у вас очень классное Не в сравнении с другими региональными компаниями Небо и земля С первых дней сентября началось тестовое вещание канала Семь Шесть Пять Три Два Один И несмотря на то, что наш официальный первый эфир был запланирован на сегодня Мы не смогли не рассказать о событии, которое нельзя было предсказать О землетрясении в ночь на 14 сентября Глаза открыла и давай за его За мужа, за руку взяла Я говорю, слышь, землетрясение Он говорит, что ты полкаешь обратно Я говорю, землетрясение, вставай Полностью сюжет Снежаны Соколовой и Евгения Мелехова Смотрите во второй части выпуска и на YouTube-канале Углегорских новостей Мы хотим сделать жизнь лучше Рассказать о проблемах и победах Помочь и подсказать Честно и в деталях осветить события, происходящие в Сахалинской области и Углегорском районе На достигнутом мы не остановимся В перспективе запуск радио с Углегорской повесткой И переход с еженедельного телевыпуска на 2-3 раза в неделю А затем и 5 Открытие Углегорского телевидения стало возможным благодаря поддержке многих людей И мы говорим спасибо каждому из них Отдельные слова благодарности администрации Углегорского городского округа И лично мэру Сергею Дорощуку Мы также благодарим за сотрудничество областное телевидение и его директора Влада Демьянова Сегодня нас искренне поздравляют и желают удачи Спасибо всем за поддержку Вас приветствует информационная служба телекомпании Углегорские новости И я Алексей Тарханов Здравствуйте Именно так Углегорские новости будут приветствовать вас в эфире каждую пятницу в 19.30 Дина Смолина, Евгений Мелехов, Углегорские новости Итак, где и когда можно увидеть Углегорские новости? Пожалуй, самый популярный в эти дни вопрос Сейчас полноценное вещание телеканала могут смотреть зрители кабельной компании «Спектр» на четвертой кнопке Буквально вчера сигнал пошел к абонентам «Солнцетелекома» В начале октября красный логотип «УН» появится в сети подряд Оборудование протестировано и ждет подключения Ведутся переговоры с телекоммуникационной компанией «Ростелеком» Так что в ближайшей перспективе охват составит 95% жителей Углегорского района Но и это еще не все Уже сейчас вот этот вот эфир смотрит далеко за пределами не то что района или Сахалина, страны В любой точке земного шара можно зайти на канал Углегорских новостей в Ютьюбе У группы Одноклассников, Фейсбука и ВКонтакте Адреса вы видите сейчас на экранах Выпуски новостей выходят каждую пятницу в 19.30 Запомните это время И по понедельникам в 7.30 Углегорские новости, хочется надеяться, будут видеть и в коридорах власти И здесь важность репортажей с мест сложно переоценить Чтобы принять решение, которого действительно ждут местные жители Важная операция не только на сухие цифры планов и отчетов Мы расскажем и покажем, чем живут углегорцы Объективной информации, как судя по обращению, которое вы сейчас увидите Ждет и губернатор Сахалинской области Дорогие друзья Впервые в Углегорском районе начинает работу местное телевидение И я поздравляю творческий коллектив с запуском проекта О жителей с появлением нового, качественного источника информации Высокую профессиональную планку уже задала газета «Углегорские новости» Одно из самых продвинутых изданий в Сахалинской области Уверен, с таким же успехом будет работать и телевидение Оперативно и объективно освещать новости района А также радовать зрителей разнообразными форматами Создание медиапроекта с нуля – это серьезный вызов Но без сомнения у вас все получится Желаю вам креативных идей, сил для их воплощения и верных зрителей Ну а теперь вновь Москва, телецентр Останкина, Первый канал На связи ведущий вечерних новостей Андрей Ухарев Андрей, приветствую Здравствуйте, на Первом канале вечерние новости С вами Андрей Ухарев Итоги работы и планы Росатома Владимир Путин обсудил с главой корпорации В начале об успешной операции российских спецслужб За последние сутки в стране выявлено 4200... Алексей, приветствую, приветствую и поздравляю Поздравляю тебя и всех зрителей Углегорских новостей Появление чего-то нового – это всегда прекрасно Это как рождение новой жизни, свидетелем чего мы сейчас по сути и стали А уж появление нового телеканала – это особая и сейчас очень редкая история Происходить такое может только там, где есть для этого возможности И если они, возможности, в вашем регионе появились То значит жизнь там не просто налаживается, начинает бить ключом Ведь, как известность, потребность в зрелищах Ну а телевидение – это, безусловно, одно из ярчайших зрелищ Так вот, потребность в таком зрелище возникает, когда для этого есть время, желание Ну и потребности в хлебе насущном уже удовлетворены Скажу честно, я никогда не был в Углегорске Но Сахалин для меня регион очень знакомый Я прожил там больше пяти лет Прожил на самом юге, недалеко от города Корсаков На берегу залива Анива Было это еще в далеких 80-х Более того, именно на Сахалине, так уж вышло, я пошел в школу В первый класс средней школы села Соловьевка Сейчас же, и в этом я уверен, многое изменилось к лучшему И запуск нового, современного телевидения, цифрового Это одна из лучших иллюстраций именно кардинальных перемен в правильном направлении Друзья, вам, зрителям, я желаю только позитивных эмоций от просмотра Углегорских новостей Чтобы между вами установилась настоящая связь Ну а самим Углегорским новостям ярких, творческих удач Зрительской любви, наверное Преданности, которую, конечно, еще предстоит завоевать А вместе со всем этим, естественно, хороших рейтингов Куда уж телевизионщикам без рейтингов Я верю, что все получится Поздравляю вас Ура! Сейчас к жителям района обратится человек Которого все хорошо знают и нередко просят о помощи Он болеет душой за свой район И делает все возможное, чтобы люди здесь жили достойно Мэр Углегорского городского округа Сергей Дорощук Дорогие жители Углегорского городского округа Поздравляю вас с важным событием в жизни района Открытием своего телевизионного канала Наш район всегда славился и по-прежнему славится Профессионализмом журналистов Газеты, радио, а теперь и телевидение Мы долго шли к этому На протяжении многих лет Жители округа высказывали желание иметь свое местное телевидение И сейчас этот проект стал реальностью В районе живет много уникальных людей Достойных стать героями телевизионных сюжетов И проходит много интересных событий Район расцветает новыми позитивными красками Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке вещания Желаю коллективу Углегорского телевидения Удачи и творческих успехов На благо нашего Углегорского района Вместе с задумкой открыть в Углегорском районе свое телевидение Появилась задача подобрать новые кадры И переобучить те, что уже имеются На Сахалин с разных уголков России По первому зову приехали именитые мастера телевизионного жанра И из газетчиков лепили будущих операторов, монтажеров, режиссеров, ведущих и корреспондентов Что из этого вышло в репортаже Снежаны Соколовой Это у нас аппаратная Готовясь к открытию своего телевидения Коллектив Углегорских новостей месяц провел в авральном режиме Мы успевали настраивать оборудование Отмечать свой 73-й день рождения А главное, спешили усиленно учиться и еще раз учиться Первоклассные специалисты оставляли свои дела Вылетали к нам из Москвы и мчались из Южно-Сахалинска Чтобы преподать нам азы телевизионного мастерства Как правильно составлять предложения и делать интересными телесюжеты Это знает Наталья Богданова А ведь она когда-то и сама была на телевидении новичком Я что первое делала, это начитывала театральный анонс Сегодня в Екатеринбурге всеатры оперы и балеты Будет золушка Картинки у нас нет, надо что-то делать Поэтому мы отталкиваемся от того, что нашли в интернете Сегодня Наталья шеф-редактор телекомпании НТВ В руках которой выпуски без привлечения главного информационного канала страны Благодаря ей мы узнали значение таких слов, как лайф, стендап, синхрон И еще много чего интересного Не сразу, но Наталья все-таки оценила наши старания Супер! Этот водопровод начали ремонтировать прошлой осенью У меня прямо ровно такой же первый Но ремонт отложили Супер! Интенсив для начинающих телевизионщиков продолжался и на природе Под пристальным взглядом столичной коллеги Коллектив углегорских новостей учился не робить перед камерой И просто держать в руках микрофон Встретите день рождения водопаду знаменитому Такая красота здесь! Инженер и режиссер областной компании С-Видео Александр Чеснов и Елена Грекова Кропотливо обучали нас пользоваться телевизионным оборудованием Правильно снимать и монтировать сюжеты Создавать яркие телепроекты Это они объяснили, как снимать крупные, средние и общие планы А вот уроки грамотности и четкости речи Нам давала никто иной, как известный в Углегорском районе Радиодиктор Надежда Скоробогатова Она 30 лет была собственным корреспондентом Государственной телерадиообещательной компании «Сахалин» Это средства массовой информации, которые все ждали давно Когда-то было телевидение и ради вещания было Так было хорошо Поначалу не все у нас получалось Многие заковыристые слова никак не поддавались Но тем больше было радости, когда язык начинал слушаться А трудные скороговорки выходили четко и ясно Разнервничавшегося конституционалиста нашли акклиматизировавшимся в конституционном Константинополе Чуть-чуть побыстрее, давайте, три-четыре Карл кладла планет на ларь, а Клара кладла планет с ларя Ой, здорово! Вообще молодцы! Мне кажется, вы обречены на успех Именно в положительном плане, что у вас все получится И мне кажется, вы обойдетесь не только новостями раз в неделю Дальше вы пойдет, когда люди почувствуют свою силу уже конкретно, смогут работать У вас пойдут свои проекты, пойдет реклама И мне кажется, у вас вообще все просто будет великолепно Мы очень старались, чтобы наше районное телевидение выходило в качественном формате А для каждого местного жителя оно стало домашним, родным И очень радует, что все наши наставники в итоге Дали коллективу нового углегорского телевидения свою лесную оценку Снежана Соколова, Алексей Пудовкин, Углегорские новости Наталья Богданова, шеф-редактор телекомпании НТВ уже в Москве, но всегда с нами Восемь часовых поясов отделяют Сахалин от Москвы Больше шести с половиной тысяч километров, и это только по прямой Но побывав в Углегорске, я почувствовала, что его жители очень близки мне по духу И еще с большим удовольствием я узнала, какие крепкие корни у местной журналистики Нисколько не сомневаюсь, что углегорские новости будут популярными Желаю коллегам любви зрителей и их пристального внимания Дан Розин Домой из Сочи вернулся триумфатор международного конкурса «Новая волна» Москвич Дан Розин Эта любовь к музыке с годами перерастает в профессиональное занятие музыкальным театром и эстрадой На экраны страны вышла военная драма «Ржев» Одну из главных ролей в этом фильме сыграл актер, певец, композитор Дан Розин Приветствую и поздравляю всех жителей Углегорского района Сахалинской области Запуск нового канала и первый выход в эфир – это знаменательное и радостное событие Новый канал – новая жизнь Быть первыми всегда трудно, но быть лучшими еще труднее Поэтому все в ваших руках Я поздравляю Углегорские новости с днем рождения Желаю всегда высоких рейтингов, всегда позитивных новостей И преданных зрителей на долгие годы А я и моя музыка уже с вами Ну и сейчас из Нью-Йорка к нам присоединяется актриса, театр и кино, режиссер И просто замечательный человек Елена Шевченко Еще ты? Что делаешь? Что? Дремлешь, друг прелестный Ты просто спишь, ты выучил или не выучил? Выучил Вот и Новый год Наливайте! Ты еще можешь что-то? А, нет А, ну гребень! Ну косо, понимаете, с этим надо что-то делать Вызывали? Вы стучаться не пробовали? Куда? Одно могу сказать, Игорь Иванович Именно через информатора мы можем выйти на банду Известие о том, что на Сахалине, в Углегорском районе Рождается новая телевизионная компания, меня застала под Нью-Йорком Это говорит о том, что мир сейчас очень маленький И я как-то к этому известию отнеслась очень душевно Я никогда не была на Сахалине, я долетела только до Владивостока Но я очень хочу побывать у вас в гостях И верю, что эта новая телевизионная компания Сможет рассказывать и говорить о тех вещах, которые волнуют вас На этом канале я уверена, что вы сможете смотреть очень интересные передачи, программы Потому что я знаю, что этим занимаются талантливые люди Далее очень короткая реклама и сразу после этого продолжим выпуск Продолжаем выпуск и появляются новые данные о землетрясении Потрясшем в прямом и переносном смысле жителей Углегорского и Паранайского районов Всего в ночь с воскресенья на понедельник произошло 5 подземных толчков Самые ощутимые, разбудившие почти всех жителей района И выгнавшие их на улицы силой 5 баллов по шкале Рихтера Относительно спокойно было только в селах Башняково, Лисогорском и Тельновском Они наиболее удалены от эпицентра По уточненным данным, очаг находился в районе села Изельментьева Об этом в нашей съемочной группе сообщили в Углегорской сейсмостанции И заверили, в ближайшее время паниковать не придется Можете спать спокойно Земля разрядилась, она сбросила напряжение Поэтому, ну, ожидать в этом районе подобное землетрясение, наверное, сложно При администрации округа работает специальная комиссия Ее возглавляет вице-мэр Игорь Гурнов Специалисты подсчитывают ущерб от землетрясения и принимают заявки от жителей, чьи дома пострадали Как нам сообщили, пока ремонт требуется как минимум двум сельским школам и водонасосной станции в Никольском Какие последствия оставило после себя это землетрясение, в репортаже Снежана Соколова Землетрясение в Углегорском районе оставило после себя разрушительные последствия В некоторых селах пострадали жилые дома, школы и объекты культуры В Углегорске самое видимое разрушение на станции скорой помощи У нас где-то провалился потолок, где-то отлетели балки В Никольском повар Оксана Лозбинева до сих пор не может прийти в себя Она видела, как на печи буквально прессала посуда Пришла я в 7 часов на работу, пока прибралась, все сделала Где-то время было 7.50, я стояла вот здесь, вот в кастрюле передвигала, а у меня уже стоит вода, кипяток И вот начало сначала как бы гул трясти, я вот к нас внутри могу понять, у нас какая-то крыша, я снова волнами пошла И все, у меня крышки загремели, вот то, что банки стоят, все загремело, все задрожало Я пока выключилась, побежала уже до второго этажа, уже все прекратилось В школе здесь из-за подземных толчков трещины появились на стенах спортивного зала Вся вот эта вот система, которая ведется в здание между основным и спортзаном, она отреснула, поэтому пошла большая трещина Утром придя на работу, сотрудники сельского клуба также заметили на потолках трещины, а над сценой здания в нескольких местах обвалились куски штукатурки Утром пришли на работу, а у нас вот такое ЧП, потолок обвалился над сценой, часть потолка в кабинете треснула стена, и часть потолка возле подсобки Подземные толчки в Никольском ощущались не сильно, но многие сельчане все равно провели прошедшую ночь на улице Толчки были приличные, конечно, но ощущения дома, качки дома нет, просто вот такой вот, ну как, мощный вот такой вот, тряска мощная была Школьники села Краснополья буквально засыпали на уроках, большинство ребят вместе с родителями ночевали кто где, спали в машинах, в палатках и даже в гаражах Вот они, трещины, все трещины, даже на потолке есть А у вас страшно было, когда вчера пришло? Да, я выдержала на улицу с родителями и с сестрой Нас качало от земли крестения Мы схватили этого, ваську и побежали на улицу Здание местной школы пострадало от подземных толчков в селе, больше других Первым делом, придя на работу, мы сегодня обошли здание и заметили, ну сами видите, да, то есть у нас вот лестница, появилась трещина, мы поставили везде, конечно, маячки обязательно Трещины пошли вначально и здание перекрытие корпуса одного от другого По словам сельчан, это землетрясение они также запомнят надолго Сильный удар, толчок такой, пошел какой-то гол, у меня витрины начали гулять, я испугалась, что сейчас все рухнет, упадет сверху, сзади моей спины товар весь падал С труб, ну у нас трубы же отопление дровяное, титаны С трубы посыпались кирпичи, естественно, это все стук, грохот, страшно На ситуацию оперативно отреагировали работники управляющей компании, они побывали в селах Ольховка, Никольское, Краснополье, где провели обследование жилищного фонда Все дома жилые обследовали, никаких повреждений конструктивных элементов не обнаружено Единственное, только в Никольске в подъезде обнаружена трещина штукатурного слоя, но в этом ничего страшного нету Но в течение этой недели наши работники приедут и замажут Снежана Соколова, Евгений Мелехов, Углегорские новости Из Милана к нашему эфиру присоединяется моя коллега, ведущая вестей телеканала «Россия» Елена Горяева Здравствуйте, на телеканале «Россия Большие Вести» в студии Елена Горяева Главное событие сегодня В Красноярском крае под натиском снежной стихии коммунальщики хронически не справляются Нет больше другой, прежде вполне благополучной страны, как Италия, которая столкнулась бы с таким количеством плохих новостей за короткий период Лена, привет, рад тебя видеть Пандемия коронавируса внесла неожиданные коррективы в планы каждого В Италии уже знают о запуске углегорских новостей Приветствую, Алексей Нет, пока не знают В Италии вообще плохо себе представляют, насколько это далеко Как можно жить в стране, где несколько часовых поясов Где в одном регионе, например, разгарит день, а в другом глубокая ночь Но при этом итальянцы очень любят местные новости Их здесь много, и на крупных каналах Как, например, рай, так и в виде большого числа маленьких телестудий Сегодня первый эфир собственных новостей нового телевизионного канала Вести Москва, например, именно за помощью И журналисты стараются разбираться в ситуациях своими силами Словом и телекамерой Ну и в завершении, конечно, твои пожелания и зрителям, и самой команде Ну, зрителям я желаю новой интересной программы И будьте активны сами Подкидывайте темы Поддержите молодую команду Ну, а журналистам я желаю не растерять профессиональный драйв Энтузиазм Ведь вы занимаетесь самым интересным в мире делом Теленовостями Удачи всем Ну, спасибо, Лен, что нашла время и возможность выйти на прямую связь И, конечно, до встречи Теперь принято считать, что журналистика – дело неблагодарное И делать новости – это обязательно про власть Или про то, как плохо у них там и хорошо у нас здесь Но углегорские новости профессии уже больше 70 лет Выжили в самые сложные времена и планов не счесть А многие наши собеседники, приветствую первый эфир, подчеркивают Новости нужны, местные особенно Дорогие зрители углегорского телевидения Чтобы сейчас не говорили о том, что социальные сети, интернет вытесняют телевидение Это точно не ваш случай Вам нет смысла беспокоиться Потому что местное вещание – это мега круто У вас начинается счастливая сторона жизни Когда достаточно нажать кнопку пульта И вы дома за ужином можете узнать все о своих соседях, коллегах, друзьях О самих себе сконцентрированно или подробно За этим стоит большой труд небольшой команды И я искренне желаю моим коллегам яркого взлета, быстрого становления, долголетия, безусловно Вот в начале тоже стоит об этом говорить, ориентируйтесь на долгие года и десятилетия И обязательно, самое главное, зрительского успеха Журналистика, как известно, это буфер между властью и народом Миссия эта сегодня очень трудновыполнимая, но она остается этой миссией, она очень ответственная Поэтому я желаю вам, дорогие коллеги, не просто информировать и развлекать вашего углегорского зрителя А все-таки руководствоваться принципами высокими Гуманизма, справедливости Искать героев, которым нужна ваша помощь, ваше участие Чтобы вы могли гордиться, что жизнь ваших земляков благодаря вам Стала, если не значительно счастливее, то как минимум комфортнее и благополучнее Всех благ, в добрый путь Ну и вновь Москва, вновь телецентр Останкино и вновь телекомпания НТВ Говорит и показывает телекомпания НТВ Дорогие зрители Углегорского района Здорово, что у вас есть классная команда журналистов А теперь будет еще и свое телевидение Пусть это телевидение будет не только для вас, но и про вас Чтобы можно было верить и самое главное доверять Чтобы жизнь менялась к лучшему, чтобы появлялись новые дороги и новые мосты Каким будет это телевидение зависит и от вас Ругайте, хвалите, но только пишите Отличных вам эфиров и, конечно, интересных новостей К нашему эфиру подключается студия Вести, телеканал Россия А в ней Денис Полончаков И мы приветствуем наших коллег из телерадиокомпании Углегорские новости С выходом вас в эфир Ярких новостей, смелых репортажей, интересных тем Держать руку на пульсе и быть в курсе Новости это больше, чем профессия Это образ жизни Удачи вам и поздравления от программы Вести, телеканала Россия Спасибо, Денис, спасибо, коллеги Ну а у меня на этом все Далее погуляю на предстоящую неделю Она, как известно, на Сахалине капризная И быстро переменчивая Но, надеюсь, этот прогноз оправдается Я желаю вам всего доброго и до встречи О погоде на предстоящую неделю По информации ГИС Метео в Углегорском районе Сегодня ожидается солнечная погода Днем до плюс 16, ночью до плюс 9 градусов Ветер до 10 метров в секунду Во вторник, среду, четверг будет малооблачно Температура от 14 до 15 градусов тепла Ночью от 7 до 9 градусов Ветер до 10 метров в секунду В пятницу малооблачно Небольшой дождь Температура днем до плюс 15 Ночью до плюс 9 Скорость ветра до 8 метров в секунду В субботу ожидается ясной до 15 градусов тепла Ночью плюс 9 Ветер до 9 метров в секунду В воскресенье переменная облачность Небольшой дождь Понижение дневной температуры до 12 градусов Ночью до 10 тепла Ветер до 11 метров в секунду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok